Итак, друзья, всем привет! В свое время я реально задался вопросом, почему так разнятся, несмотря на то, что ролики выкладываю на Дзене и в Ютубе одни и те же, почему так разнится количество просмотров, интересов на Дзене и в Ютубе. Так вот, друзья, сегодня в очередной раз отвечаем на этот вопрос. Итак, поехали! Как видите, у меня аудитория и в аудитории содержится возраст просмотров всех. Короче, аудитория это те, кто смотрит мои ролики на Дзене. Так вот, друзья, что самое основное надо знать, ну, по крайней мере, по моим роликам, да, это то, что... Сейчас я отключу только Телеграм, который постоянно что-то там выдает. Так вот, друзья, это то, что аудитория резко отличается от Ютуба. Если в Ютубе это в основном молодая аудитория, то в Дзене давайте смотреть. И сразу же по графику видно, насколько выбиваются просмотры. Так вот, больше всего просмотров, смотрите, от 55 лет меня 38% из них, 28 мужчин и 10% мужчин и 10% женщин. Соответственно, это почти 40%, то есть 38% это 40% смотрят от 55 лет. Ну, это уже люди достаточно солидного, можно так сказать, возраста. А кто еще? И смотрите, вторая категория по многочислению это от 45 до 54 лет. И это 5% женщины и 17% мужчины. Если сложить, это получится 23% смотрят меня от 45 до 54. Ну, и большинство, если подводить итог, да, то получается, если сложить, да, наши 22% плюс ровно 38%, получится ровно 60%, друзья. 60% это тотальное большинство меня смотрят людей от 45 до бесконечно. То есть от 45 и от 55 лет, вот. То есть большинство смотрят людей, ну, в солидном, можно сказать, уже взрослом в возрасте от 45 лет. Друзья, вот, собственно, и поэтому. Ну, а что касается, конечно, вот многие спрашивают, да, а почему, почему, вот давайте я вам сейчас покажу статистику по доходу, почему так вообще разница, постоянно скачет доход на Дзене. Ну, я так предполагаю, что, значит, у Дзена немного другая, значит, система рекомендаций, да, либо алгоритмы рекомендаций. И тут более проходят короткие быстрые ролики на 5 секунд, которые посмотрел, забыл. Как-то, друзья, было даже такое, что ролик, да, что-то затупил, посмотрел ролик, что-то пропустил. А, наверное, надо, как в Ютубе, просто, чтобы он начался заново, значит, обновить страницу, что-то как-то нажимаю, обновить страницу, и все, ролик исчез навеки, навсегда. Он просто растворился, исчез, все, ищи, свищи, его нигде нет, там не знаешь, где искать, все, он просто забудь о нем, пожалуйста. Смотри миллион других новых роликов. Так вот, друзья, по статистике, если Ютуб определяет ролик, о, вот это значимый ролик. И начинает их всем, может, тебе это будет полезно, может, тебе, может, тебе, всем, 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 значит, рекомендовать. Тот цен, он очень, у него, значит, рекомендация живет очень, ролик в рекомендациях живет достаточно недолго, и, соответственно, вот, допустим, видите, вот это вот прямая, вот этот вот средний палец в центре, да, об этом, говорит, что-то стало резко вдруг востребовано, а потом, раз, в следующий день уже нет. Тогда как доход, когда смотришь в Ютубе, то там все очень полого, читаемо и вообще прогнозируемо, значит, по временам года и так далее и тому подобное. Так же, друзья, разная аудитория в Дзене, в Ютубе, еще и разная система рекомендаций или алгоритм рекомендаций, он разный. И я вам еще раз хочу сказать, друзья, что никто не знает, как в Ютубе работают, вот я за 10 лет и наблюдаю всех других блогеров, никто не знает конкретно и четко, не может предсказать, как работает алгоритм у Ютуба, потому что, возможно, он постоянно меняется, может, потому что, значит, что-то там происходит, это слишком много факторов. Но, друзья, значит, вот эта вот система Дзен и Ютуб настолько разные, что, блин, их даже обсуждать, то есть человек реально я видел несколько раз, несколько раз, очень много, очень часто, когда человек был просто феноменально популярен на Дзене и абсолютно не популярен, не интересен, все его ролики были непопулярными и неинтересными в Ютубе. И наоборот, такое сейчас бывает, конечно, бывают исключения, когда и там, и тут популярность, но это еще раз исключение. Друзья, вот, собственно, и все, так что вот такая вот аудитория, вот, собственно, я вам рассказал. Надеюсь, вам видео было полезно, всем пока, до свидания.